Всем привет! Сегодня мы делаем пиццу. Пиццу из каким-то необыкновенным способом, в просмотре которой на ютубе около 4 миллионов за неделю. Вы представляете, что это? Какая вкуснятина. Пицца за 10 минут. Так что мы сейчас, вот смотрите, что сделали. Мы, прежде всего, что сделали? Почистили картофель. Видите, сколько много? Наверное, 2 килограмма. Натерли и порезали лук. Натерли и опустили воду. Потом мы подождали, крахмал ушел когда. Порезали лук. Но нужен, знаете, какой лук здесь? Зеленый. У нас зеленого не было. Этот крахмал, из-за него толстеют. Поэтому нужно его промыть хорошенько. И вот смотрите, сейчас мы это такое вот у нас картошечка, да? Тут у меня на кухне немножко такой рабочий бардак, но ничего. Смотрите, что мы делаем. Картошечку. Сюда можно также добавить, я думаю, и петрушку. Ну, посмотрим. Лук. Смотрите. Мама, можно я тоже сама сделаю? Да, лук. Лук Мария сейчас добавит. Так, что мы сюда добавляем? Петрушку. Да, мы добавим сюда три яйца, но у нас очень огромные яйца, поэтому мы сделаем два яйца. Два яйца. Вот так вот. И что еще надо? Петрушку. Нет. Петрушку, да, надо помыть. Сейчас мы помоем, потом вам покажем. Петрушку. Друзья, нам еще надо стакан молока. Помыть петрушку и порезать. На мелкие куски или на маленькие. Петрушку? Да. Конечно, петрушку мелко нарезаем. Ладно. И стакан молока. Бабулю, посмотрите на бабулю. Принцесса бабуля. Когда будет здесь все налито, сделано, мы вам все покажем. Мои любимые друзья, надо черный перец. Немножко. Ну, вкусно будет. Ну, да. Самое главное, чтобы еще запах был. Так, еще что можно? Чесночок добавить. Будет вкусненько. Да, можно любые приправы, кажется, сделать. Это будет основа. Да, и вот 200 грамм молока, я думаю, 200 грамм здесь. Все вместе. Потом будем перемешивать. И чесночок, и петрушку. Вот так надо ножом надавить, да? Уже не знаю, чем кормить моих детей. Вроде бы все переготовила, что узнала. Вчера я готовила кабачки с фаршем. Они не покушали, только они поели плов, булгур. И котлеты. Да, и котлеты. И у меня не было желания даже поснимать. Такая жара у нас, друзья мои. Прямо пот течет с нас. Невозможно. Не охота ничего. Да, и просмотров у меня так мало на канале, что я решила не морочить голову на YouTube. Поэтому вот несколько дней не выставляла видео, хотя 4 видео уже было снято. Бабуля, потому что меня... Ну, если люди не смотрят, зачем выставлять новые? Правильно? Ага, зачем? Интересно, наверное. А потом новые просмотры будут. Да, может быть. Это только первый раз так мало, а потом, когда будет канал России, России будет. Каналу сколько лет? Каналу сколько лет? 3, наверное, или 4, или 5. Не, я в Гигосе 5 лет, 5 лет на канал. Я пришла в Гигос, потом открыла Ютуб. 4,5, наверное. 4,5, а у всех когда это... И мы где-то каналу по 10 лет, по 9 лет очень много просмотров и лайков и подписки. Иншаллах, чтобы было. И мы это все для вас сделаем, чтобы вы все знали. Да, бабуль? Чтобы вы знали, как мы живем дружно. Эти покажи, как мы умыли здесь все, помыли. Бабуля, целый день возите? И внуки помогают. Вот. Наши птички. Их тоже помыли. Мы сегодня все прибрали. И это открыли окно. И цветы парадок помыли. Кстати, у бабули перец растет. Она уже туда бросила, чтобы росли и росли. И пол помыли здесь. Ну ничего, немножко надо подмести только и все. И попугайчиков тоже помыли. Да, бабуль? Да, бабуль. И вот. Мы все чистые. Очень. Очень. Мы чистые. Очень. Разговаривала, уже здесь бабуля все добавила. Так, вот здесь надо соль чистые руки. Соль, думаю, столько, да? Как вы думаете? Или нет? Столько. А когда, а где это? Забыла, как называется. И вот это все перемешать. Я впервые картофель и молоко перемешиваю вместе. Интересно очень, что из этого получится. Да. там видео в рецепте. Такая вкуснотища получилась. Мы тоже так хотим. Смотрите до конца. До конца смотрите и вам будет интересно. Да. Это мы видео специально делаем, чтобы вы знали все. Все, чтобы знали. От бабули. И яйца. Тут и не видно яиц. Где-то они исчезли. Все, и сейчас добавляем 130 грамм муки. Заниматься другими делами. Потому что мы хотим это к вечеру обед. У нас есть куриный супчик вкусный такой. Будет у нас пицца из колбасы и сыра. Когда вся пицца будет готова, мы обязательно вам покажем. Продолжу без мари. Вот смотрите, такая смесь у нас получилась. Я ей дала чуть-чуть постоять. И я вспомнила, что нужно добавить растительное масло. Вот знаете, такое большое масло не испортит вкуса. Правильно? Вот. Ложку такого масла. Помешаем. И знаете, еще что сделаем? Добавим 130 грамм муки. Может я молока побольше сделаю. Много. Ну, если что, посмотрим, как с мукой это будет. Сейчас это все помешаем. И наша основа на пиццу готова. Получилось немножко жидковато. Все-таки я еще добавлю муку на глаз. Берем противень. Смачиваем ферма... скамкиваем эту бумагу. Мочим, выжимаем. И она придает любую форму, которая нам нужна. Смотрите. дальше что мы делаем? Берем растительное масло и поливаем. И смажем. Смазываем маслом. Если у вас нету такой маленький, не обязательно, да, бабуль? Что? Это маленьким делать. Можно и большим. Все смазываем и все это выливаем, да? Уже пахнет чем-то. Да. если бы через камеру шло бы запах... Ой, ой, мама. Что там ауэллета льется? Распределили. И вот так мажем повсюду. Ничего не надо добавлять? Ни кетчупа, ничего? Это пока потом все. Кетчуп, майонез, потом. Вот это основа вместо теста. Вместо теста. разогретую духовку 180 градусов 30 минут. Чтобы равномерно распределилось, надо вот так сделать. И вот такая у нас, если что, потом мы покажем результат. духовку. 180 градусов 30 минут как раз вот. Пускай будет 40. Все, ждем. Видите, какие пустые тарелки моих внуков, как они любят суп. Покажу вам суп, как его можно не влюбить. Вот, смотрите. Паскай будет. Переходи с помидором. С помидором не буду. Я подготовила все для пиццы. Здесь у меня сыр, почему в пакетах, потому что я его в морозилку положила, чтобы он не испортился. Нарезала с помощью такой терки. Или с такой терки колбасу. У меня сучук был тут с хинди, с индюка колбаса. Для нас помидоры на нашу часть. И самое главное здесь будут огурчики малосольные. Конечно, сыр. Вот все, что понадобится. Ну, естественно, кетчуп, майонез. Прошло 30 минут. Вот такая пицца получилась. Она полуготовая, но она, видите, вода испарилась. Сейчас мы что будем делать? Сейчас Мария будет держать, а я буду все делать. А потом добавляем сырочек. Мока сыра много. Пока не так уж много. Сначала верх сквозь сыр, затем колбасу. Колбасу как так? Бабуля, я не хочу с помидором с этим. Я не буду давать, но это мы с Ашкином. Так, вот так вот в общем добавляем нашу колбасу. Пускай Ивна будет. Буду я назовиться. Ой, что-то так много колбасы. Пусто зато будет. Не экономная бабуля все делает не знаю как. Так, смотрите, везде колбаса. Чтоб было вкусно. и полезно. Полезности здесь не вижу в этом. Мясо это же. Такая колбаса турецкая. Ну, какая есть. А у пиццы бывают огурцы? Нет. вот именно сейчас именно эта пицца с солеными огурцами. А можно нам нет? Нет, это очень вкусно с солеными огурцами. Это просто бомбическая пицца. А те кабасы. Смотрите, вот сучук тоже положим. Так, все, смотрите, друзья мои, теперь на нашу сторону в середину положим то, что не любят дети. Это немножко далеко. Почему вы не любите этот, скажи мне? Я с перцем и с помидором не люблю. Почему? Вы не пробовали какая вкуснятина. Мы с Ашкибом любим. Так, много хамбур. Так, смотрите, мои дорогие, и теперь наши огурчики. Это будет просто очень вкусно. Это просто вкусно. И с этой стороны. Это просто вкусно. Я тоже никогда не делала огурцы, но так как это пицца из картофеля, то она очень подойдет сюда. Не знаю, тот блогер, который вчера снимал. Он так три куска или четыре или пять съел сразу, как только вытащил из духовки. И говорит, такое я еще не ел. И этот рецепт он нашел в ТикТоке, который я не заходила уже месяц, наверное, или больше. Больше, чем месяц. Так, оставшийся сыр. Конечно, моцарелла, хорошо сыр, но у меня какой есть. Там пицца закончена! Пошел с детьми, с девочками гулять. У меня была партнерка в вебинар два часа. Пицца наша приготовилась, и я хочу попробовать ее, потому что делаю впервые, можно ли это есть или нет. Вместе с вами попробую. в том видео так расхваливал он все. Мне так интересно, потому что такую пиццу первый раз я сделала. Смотрите, я ее порезала, тут же и смотрите, какая, и с огурчиком. Но тут у нас с помидорчиком и с болгарским. Для детей они не любят. Ну что, можно чуть-чуть еще пожарите, но посмотрим, какая она на вкус. Как интересно. Я распробовала. Друзья, это нереально вкусно. Это нереально вкусно. Это действительно вкусно. Не зря этот блогер три огромных куска съел. Это малочек, но нельзя откусить. это очень вкусно. Соленые огурцы здесь подстать. Основа это картофель. Можно еще поставить пропекать, чтобы такое было запеченное, зажаристое. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.